Всем доброго времени суток! Была идея сделать такого рода выпуск. Одна такая идея с ВИА-сборками вам зашла. Надеюсь, что и этот вам понравится. Давайте соберем под этим выпуском всего лишь 20 лайков, и тогда я буду знать, что вам это интересно, и временами буду делать еще такого рода выпуски. А какие товары захотите, выбирайте сами. Голосование будет в группе ВК, ссылка есть в описании. Там же ссылки на все, что показано в этом выпуске. И начну с довольно-таки интересной вещей, что немаловажно доступно простому смертному сетевому хранилищу. Blue Endos поддерживает жесткие диски на 3,5 дюйма, объемом до 3 терабайт включительно. Подключается к компьютеру двумя способами. По средствам USB, причем он тут версии 3.0 и по Wi-Fi, а также на себе располагает USB 2.0, антенну, DC для питания, RJ45 для интернета и кнопку включения. Умеет работать с множеством аудио, видео и текстовыми файлами, а также поддерживает воспроизведение видео HD и Full HD. Эта вещь позволит принимать и охранить в себе ваши файлы с любой точки мира, закачивать на себя торрент-файлы и воспроизводить их на любом устройстве. Оно станет вашим личным облачным хранилищем, и причем объем памяти выбирайте сами, и каждый месяц за него платить не нужно. Но если вам все эти фишки нас хранилища не нужны, а хотите обойтись простым хранилищем данных, тогда советую посмотреть в сторону Yota Master. Красивый и строгий дизайн не оставит вас равнодушным, с учетом того, что он сделан из металла. А металл, как известно, экранирует тепло, а может док-станция, так она называется, работает жесткими дисками на 2,5 дюйма и объемом до 4 терабайт включительно. Подключается посредством USB 3.0, что хорошо отражается на скоростных характеристиках, то есть до 5 гигабит в секунду. А чтобы за компьютером было удобно сидеть или играть, не напрягаясь, и чтобы рука не уставала, просто можно обзавестись вот таким подлокотником. Он мягкий, легко крепится к столу, а также вращается вокруг опорной точки, и что немаловажно, стоит очень дешево. Они разных размеров и разных типов, тут уже на вкус и цвет, но раз начал пользоваться, задумываешься, как обходился без него все это время. Как давно вы делали чистку в своем компьютере? Думаю, каждый из нас знает, что пыль – это не есть хорошо. А вот это устройство, аналог устройства от фирмы Porsche, позволит без особого труда выдать всю пыль, он же и пылесос. Помимо компьютеров, его можно использовать и по хозяйству. Goxavi Variable, так оно называется. Умеет переключать скорости, там их 6 режимов. Есть также мешок для сбора пыли, а еще он легкий и удобный в использовании, но, конечно же, и стоит намного дешевле своего аналога. Выдули всю пыль, а компьютер все равно работает медленно, тогда вам просто необходим твердотельный накопитель SSD. На Алиэкспрессе большое количество, но из дешевых, в то же время хороших, нужно выделить несколько штук. Первый от известного бренда Kingston, A400 или UV400, мне принципиально важно. И еще варианты от Васики, V800, Osku и Gloway. Есть тесты этих накопителей, скажу вам сразу, они просто отличные варианты за свои деньги. А от Kingston стоит у меня на рабочем ПК. Если же хотите приобрести кулер, чтобы он был башенного типа, хорошо отводил тепло, не менее 85 ватт, а также смотрелся красиво. Думаю, в самый раз будет именно этот, от PC Cooler. Я его заказал себе, скоро будет обзор. И 85 ватт это не максимум, что он умеет отводить. Две медные трубки и медная площадка, а также 80-миллиметровый вентилятор с синей подсветкой с максимальными оборотами в 2200. И что немаловажно, это тихая работа. И весит он 335 грамм, что говорит о его массивности и довольно хорошем подходе при проектировании. Думаете, что предыдущий кулер не справится с охлаждением, или он недостаточно красив для вашей системы? Тогда вам следует посмотреть вот на этого красавца от фирмы Aigo E3 с четырьмя медными трубками, 120-миллиметровым вентилятором и кольцевой подсветкой. Этот бренд очень известен и производит много других охлаждений и вентиляторов. Можно собрать все на их же контроллере. Все будет красиво, тихо и прекрасно справляться со своими обязанностями. Равнодушными не останется никто. А чтобы прямо с корпуса управлять всеми вентиляторами в системе, поможет вот такой Reobus. Он на сенсорных кнопках, чтобы не отставать от современности, умеет управлять каждым вентилятором и даже со светодиодной лентой. Задавать обороты, менять цвета, выключать и даже на экран выводится критическая, средняя и минимальная температура в виде ячеек. Можно подключать к нему охлаждение от процессора, от видеокарты, корпусные вентиляторы и светодиодные ленты. А для тех, кто смотрит в сторону водяного охлаждения, есть довольно-таки интересные варианты, к примеру, вот такой. Вся система в целом или по отдельности, то есть уже сами выбираем размер радиатора, колбы, вентилятора и так далее. То есть можно собрать по частям, это будет полезно тем, у кого с деньгами не важно, а водянку хочется. Можно, конечно, обойтись и без водяного охлаждения, но боксовый кулер всю жизнь стоит. И хочется красоты, необычности и просто перемен. А вот если заморачиваться сборкой не хочется, есть готовое решение, так сказать, неразборный вариант водяного охлаждения. Просто установил и всё. И опять-таки имеются разные размеры радиатора и так далее, но принцип тот же, что и в первом случае. Есть брендовые такого рода, такие как Corsair H10i. Кстати, такая же стоит у меня в системе. Те, кому интересно, можете посмотреть выпуск у меня на канале. Не знаю почему, но после водяного охлаждения система на боксовом кулере не радует глаз, да и процессор даже на минимальных чувствует себя хорошо. Допустим, собрали вы себе систему, всё хорошо, подсветка, водяное охлаждение, но вот оперативная память обычная, зелёные планки. Тем более хорошо заметны, если корпус с боковым окном и стоит, к примеру, на столе, а не где-то там внизу. Тогда можно приобрести для придания эстетики вот такие радиаторы. Да, они не для красоты, а для отвода тепла и тем самым придают внушительный вид. Особенно будет полезно тем, кто разгоняет память, а своих установленных радиаторов нет. Ну а если пойти вообще по хардкору, можно обзавестись вот такими, с RGB-подсветками. Стоит, конечно, не дёшево, но вид очень красив. Кстати, и их можно подключить к Риобасу, но думаю, они и без него будут выглядеть очень даже хорошо. Естественно, они радиаторы и выполняют свою функцию, сделаны из металла, а светодиоды не греются и не препятствуют отводу тепла. В общем, и смотрится очень красиво, и функцию свою выполняют, а большего и не требуется. Главное, чтобы нам нравилось и радовало глаз. Это одна малая часть всего того, что можно показать. Возможно, кто-то и не знал, что есть такие вещи. А все покупки с кэшбэк-сервисами, такими как EPN и Letyshops, будут ещё выгоднее, так как вам вернутся до 6,5% потраченных вами денег. В общем, жмите на колокольчик и заходите в группу ВК. Там провожу опросы и публикую товары с Али, на которые имеется хорошая скидка. На этом мой выпуск подошёл к концу. Я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения. Субтитры подогнал «Симон»!